Всем привет, мы продолжаем играть в Mountain Blade TLD. У нас такой нелегкий период на самом деле. Мы сейчас с вами сражаемся с такими отрядами очень мелкими, очень слабыми, потому что у нас в основном все завязано на силу воинов, но у нас очень слабый отряд сейчас, потому что только-только набранный. То есть мы еще не успели ничего сделать. Это самые-самые новички, но мы потихоньку их прокачиваем, стараемся хоть что-то, чтобы в дальнейшем у нас была снова-таки большой отряд. Мы прошлый потеряли в битве, в битве с ребятами из Мордора. Было плохо, печально, можно было даже разрыдаться, мы этого не сделали, мы с вами выстояли, мы молодцы. Но все равно немножко обидно, потому что мы потеряли очень большое количество народу. И это был уже очень прокачанный народ. То есть там было 48 или 49 воинов. Это были именно воины-воины, то есть... Из таких, которых можно уже и в огонь, и в воду. Я не понял, что это было. Ну ладно. Он даже не защищался. А, ну да, тут такая толпа у меня за спиной стоит. От чего ему защищаться от толпы этой? Это мы забираем и выходим. Так же у нас немножко пропал наш Ульфас, один из нашего отряда. И в этом и основная проблема. Я не знаю, не помню, где он может находиться. Нам его теперь нужно искать. Еще я нашел нашего короля Теодана. Хочу с ним поговорить. К несчастью, так мне удалось взять кого-нибудь в плен. Доставить из-за кого-нибудь в плен. Ну, хорошо. Пленные. И я очень хочу вернуть Ульфаса, потому что я на него потратил достаточно большое количество очков снабжения. И я пытался все-таки его прокачать. И мне хотелось бы его вернуть. Мне нужен он как воин. Воин он очень хороший. Но, к сожалению... Давайте-ка мы с вами сходим еще в казармы тут. Угу. Возьмем оруженосцев. И оставим одно свободное место. Правильно, для Ульфаса. Он должен к нам вернуться. Без него очень будет тяжело. Ой-ой-ой. Тут 97. 9 воинов. Вестфольд у нас не под осадой. Но Адуландцы это слишком сильный отряд. Мы не сможем их разбить просто так. Если бы я знал, что мои союзники мне помогут, я бы с удовольствием напал на Адуландских ребят. Но, зная моих союзников, мне никто не поможет. И никто не попытается даже помочь. Так, тут все понятно. Тут есть кто-то. Но кто это, я не знаю. А спросить охота. Гримбольд. Так, я должен идти. Это, опять же, не то место. И почему-то у меня такое чувство, что нам нужно восточный Амнет. Но. Но. Ребята, а куда вы едете? А можно с вами? Давайте сделаем вот так. Я побегаю немножко с королем. Мне интересно, куда он двинется сейчас. Если он двинется войной на вот этих ребят, я буду только за. С учетом того, что у нас тут очень большая компания ребят. Пять сотен. Почти пять с половиной сотен. Почему даже почти пять с половиной сотен. Нет, почти пять с половиной все-таки. Эм, что? Ну ладно. Я не очень понял, что это было. Куда он заперся. Почему он туда попер? Дуланцев там сидит. Тоже немало ребят. Я не понимаю сейчас, что делается. Потому что эти ребятки просто катаются туда-сюда. Ну, окей. То есть, они в принципе не собирались ничего делать. Женосец, всадник. И хоккейец. Ну, это как минимум странно. Честно, странно. Потому что просто катается туда-сюда. Ну, окей. Могло быть и хуже на самом деле. Минас Тирит осаждают. Твою мать. Это очень плохо. Надо будет съездить к Минас Тирит. Но перед этим надо хоть какие-то возможные силы собрать. И я так и не понял, в чем смысл этих похождений. Но ладно. Может он речной лагерь будет осаждать. Может он... Ага. Да, они осаждают речной лагерь. Но нет. Они уже не осаждают речной лагерь. Блин, ты странный. Ты можешь хоть с кем-то уже повоевать. Ну вот. Давай, давай. Догони. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты странный. Очень странный. Так, у меня тут просто к повышению готов. О, да. То, чего я очень долго ждал. Да-да-да. Сумел сбежать, но это уже не важно. Мы их очень сильно побили. Это хорошо. Конечно, он не под осадой. Они даже не остановились для осады. Так. Теперь. Замок. Я посмотрю, есть ли здесь мой друг, товарищ Теомер. что у тебя там? Да-да-да. Я не помню, где я его брал. Я вроде его брал в восточном или западном. Короче, в одном из них. И сейчас его тут нет. Может, выставить все здесь. Все это так плохо. Так плохо, ребята. Мне так не нравится, что у нас. Ладно. Короче. Это все весело, забавно, но надо что-то делать. Чтобы мы с такими заскоками и... Ладно. Вистфольд. Я не помню, я заезжал в Вистфольд. Я смотрел, был тут. в замке или нет. Да, я тут был. Хорошо. Давайте дальше. Ну, мне очень не нравится, что у нас пропал наш товарищ. Мне это очень не нравится. Ну, и сделать я пока ничего не могу. Я его не вижу нигде. Просто нигде нет. минус терет у нас под осадой. Шикарно. Я хочу посмотреть, кто же его осаждает, такой умный. Серьезно, ты наполна караван. 150, 150, 97, 78. И 105. Вот, значит, как. Ой, тут 93 еще бегает. ой, ой, не, ребята, я там не помощник, при всем желании. Вот этот, 10, да, это по мне, это я могу. конвой 97, блин, очень хочется помочь, но я просто не выдержу 97. У меня не тот отряд, который может 97 воинов заковырять просто-напросто. На, так плохо, так отвратно. Аппаратно. это мы забираем. Нам нужно участвовать в любом случае в стычках. Чем больше стычек, тем лучше, но извините меня, блин, против такого количества я ничего не сделаю. Просто ничего. Даже 120 это уже перебор. Тут 74. Ну, я мог бы, может, отдельно 74 еще как-то попытаться что-то сделать, но с такими приколами минастири тут тоже гайки. долг 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 гулдур стало сильнее. Давайте выстволь возьмем еще себе ребят в отряд, потому что у нас опять же по отряду очень слабо все плохо. тут трудная ситуация, потому что я не знаю, что делать. Нам бы помощь не помешала с минастири там, если бы с минастири то выползли ребята, которые там сидят и пришли, допустим, роханские ребятки, то может какой-нибудь там небольшой шанс но появился бы. А так его нет просто. Давайте еще раз сохранимся с вами и поедем искать приключений. 102 Ох, ё моё. А, это умбарские. Умбарские ребятки ползут. Умбарцы. Как же все плохо, ребята. Как все плохо, вы не представляете. Просто я прям чувствую эту безысходность, которая со всех сторон накатывает. Умбарцы, которые ползут к нам. 92 конвой рук хаи, орк сногать 47 штук. Но у меня не лучше, у меня блин, молодых 13. То есть у меня очень маленький шанс победить. На 20 я смогу освободить 20 человек. 102. Ну что воины, был рад с вами познакомиться. Это будет короткий, но эпичный бой. давайте в атаку, где они там стоят. Чтобы вы понимали, к тем 90 там в последний момент подбежал еще десяток. я просто не хочу, чтобы они сейчас вот, 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 они крутся, они крутся, они крутся, вот. Ну до десяток это был эти ребятки. Так, я не понял, куда ты едешь, потому что я туда не просил ехать. Ну ладно. Ну минус два. Да что ж такое? Как тут неудобно управление лошадью сделано, просто кошмар. знаете в чем проблема этого мода в том, что когда ты играешь против вот таких вот тварей, ты прям чувствуешь как все плохо, когда человечество погибает видишь видишь это безысходность накатывает волна за волной как маленькие отряды человеческих воинов не способны справиться с таким количеством наплывом врагов врагов так я не знаю сколько я убил но этого все еще мало так где там новые враги вот они ваши воины дрогнули конечно дрогнули ты видел количество противников сотня на парочку молодых воинов это даже не смешно хорошо идем дальше хорошо хорошо я прям вот весь в кровище их не давай иди вот так молодец а ну иди сюда давай да че ты один на один так 26 я убил 26 так где-то есть еще но где именно я не вижу поэтому мы садимся в седло и ищем я так понимаю это скорее всего волки которые а вон 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 там там кто-то толпится там мои воины какие-то есть я так подозреваю что там есть и противник вот 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 пока я сражался с толпой неадекватных животных они тут бегали за волками понимаешь шикарно я прям обожаю своих воинов такие дисциплинированные идиоты все победил этот волк был последним девятерых я потерял и еще есть еще парочка воинов шикарно мне нравится давайте больше воинов а это орк с нога дайте мне слезть ты че вообще уже это знаете как эпично победить 26 хорошо обученных орков и проиграть против какого-то орка с ноги ты такой серьезно о да наконец-то молодые давайте мы отпустим сделаем оруженосцев так всадник 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 пехотинец оруженосцы опытный застрельщик нанять опытного застрельщика опытный всадник нанять опытного всадника вот этих троих мы тоже нанимаем остаются вот этот и просто руханские стражники мы забираем и вот это мы забираем так хорошо мы с вами так неплохо повоевали даже не отходя от кассы так сказать теперь повышаем отряд 18 всадников шикарно два опытных пехотинца еще пехотинцы опытный всадник два хорошо теперь игрок харизма лидерства готово сколько мы теперь можем 57 шикарно 57 это уже очень неплохо теперь же с вами казармы казармах давайте сдадим точнее возьмем оруженосца и троих молодых воинов и мы с вами сдадим в кузницу всю эту фигню которую мы насобирали так сколько там 1200 да ладно платить сколько есть на складах мы возьмем еды почему потому что у нас ее мало и с вами двинемся в сторону опять же наших глубоко уважаемых союзников долгул дуровские ребятки которых мы поможем сейчас разбить итого у нас потери есть но незначительные все больше некуда брать хорошо отряд к повышению тоже хорошо давайте сохраним тут мы поможем нам нужно набирать побольше все таки наших опыта побольше нужно потому что сами понимаете нам сейчас очень сильно нужен опыт потому что у нас снова таки в основном это слабый отряд который уже потерял всех своих сильных воинов слезаем берем меч а так темно на картине у малевича все хорошо очень хорошо Так, нам некуда брать Это все Зато у нас к повышению Готовый опытный всадник Мечник, еще два всадника Готово Сохраняемся с вами, ребята И, наверное, на этом Мы с вами Закончим Ну, тут все еще Осада идет Я не знаю, что делать В Гондоре все было очень плохо Чтоб вы понимали В Гондоре 400 500 550 570, хорошо Тут 100 100, 100, 100 100, 100 Ну, тоже, знаете как 500, 600 Воинов Давай, давай, давай Отойдешь чуть-чуть дальше И мы готовы к бою 37 Это не угроза, это нормально Этих мы положим Все будет в порядке А вот дальше, дальше я не знаю, что делать, ребята Это потому что Мина стилит По идее, должен выстоять Там побольше Воинов будет Все-таки Нужно бы сохраниться с вами Вот они опять На горе стали Что за козлы Не трогай лошадку Пожлина Лошадка Вперед И меня все еще Беспокоит, что нету Ульфаса Я не знаю где он Я не могу его найти Меня это очень Очень бесит Но Все С этим отрядом мы разобрались Он не самый большой Готово к повышению Давайте же повысим Опытный всадник Пехотинец Еще 4 всадника Готово В любом случае На сегодня на этом мы закончим Всем спасибо за просмотры Подписывайтесь Ставьте лайки Буду рад вас видеть Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok